Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что вот, ну, знаете, таким довольно ключевым моментом является ваша привязанность к мужу, ваши тревоги и страхи. Вот. То есть вот иными словами, да, то, что вы боитесь чего-то, то, что вы полагаете, что не справитесь, ну, с чем-то. Вот. То, что вам страшно, что там ребенок может только папе, да, и никто, может, чужой, его не полюбит. Вот удивительное дело, что вам приходят в голову такие мысли, что никто моего ребенка не полюбит. Никому мой ребенок не нужен. Довольно интересно, что вам приходят в голову такие мысли, потому что, ну, мне кажется, что приходят они не случайно к вам. Мне кажется, что подобные мысли возникают у вас не просто. Да, мне кажется, что вполне возможно, что есть тут некоторая и ваша проблематика, я имею в виду, ну, я имею в виду ваша собственная проблематика, которую, может быть, вы скрываете, которую, может быть, вы не замечаете, может быть, ну, потому что вам, может быть, так проще, вам, может быть, так удобней, вот. Вот. Но, как мне кажется, только вы бежите, таким образом, от себя. Ну, от себя, от себя самой. Мне кажется, что вы убегаете только от себя, от своих чувств, да, от своих переживаний, ну, от внутренних конфликтов. Которые у вас вполне вероятно могут присутствовать. Дальше. А вот вы пишите, опять чувствую себя убитой плохо. Воле-неволей хочется спросить у вас. Плохо и убитой, как вы говорите. Вы себя чувствуете из-за чего? Что конкретно происходит с вами, когда вы чувствуете себя убитой? Что конкретно происходит с вами в этот момент? А, это, вероятно, связано как-то с привязанностью. Вот. Думаю, что надо завязывать с этого человека лучше выйти дальше, а самое страшное. А, мне кажется, что... Здесь, вообще, ну, вот, как-то, знаете, там, помимо того, что... ваши... Ваши... то... ожидания от человека... являются... иллюзией. Ну, помимо этого, помимо того, что ваше ожидание является иллюзией, как мне кажется, помимо этого, есть такая потребность у вас переложить ответственность за себя на другого человека, есть такая вот, как мне кажется, это потребность, и мне кажется, что задача психолога, хоть в том числе, выяснить, зачем же у вас так отвертственность в страхе. Что еще в этом вашем страхе вообще, говоря, присутствует и есть. А то, что в нем, в страхе, что-то есть. Это факт, на мой взгляд, это факт совершенно очевидный, на мой взгляд, это факт совершенно не требующий каких-то вот, доказательств, скажем так, вот. Но вы от этого, на мой взгляд, убегаете, на мой взгляд, вы от этого уходите, на мой взгляд, вы пытаетесь этого избежать, вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что придется что-то делать, да, придется там твою жизнь, как-то менять, а это несколько пугающе, да, вот, ну, вероятно, вероятно, вас это пугает. Вот, и, конечно, вы предпочитаете уходить, вот, в страх, что одна я боюсь. Ну, а здесь момент, на мой взгляд, заключается в том, чтобы вы для себя постарались увидеть. Да, чего говорить. Чаще всего страхи, связанные с страхом ошибки и с некоторым, таким, я бы сказал, обесцениванием себя. То есть, ну вот, с тем, что я не справлюсь, одна, например, я не справлюсь, вот, я не смогу, одна, вот, у меня там, грубо говоря, нет сил, нет ресурсов, вот, я не выдержу, не справлюсь, не смогу, вот. По сути, такой вот момент, на мой взгляд, вы пытаетесь продемонстрировать. Тревожность, конечно же, вот, но тревожность никогда не приходит одна, и если вы, так сказать, повторяйтесь, то вы можете увидеть, что там у вас, условно говоря, вот, ну, помимо, тревоги есть ещё, да, вот, то есть, что у вас, помимо, помимо, вот этого, страха имеет место быть ещё, вот, если вы это сделаете, если вы, вот, рискнёте туда пойти, вот, то, вполне может быть, что у вас получится начать, ну, начать меняться, грубо говоря. Сейчас вы, по сути, стоите на месте, да, пытаясь опереться на своего мужа, вот, и переживая то, что он вас не ценит, да, переживая то, что он относится к вам, ну, вот, так, как относится, то есть, переживая то, что он относится к вам негативно, вот, и переживая то, что он врет вам, вот. Кстати, вот тоже такой довольно важный момент, что страх или опасение, или болезненность того, что человек вам врет, это связано с тем, что есть у вас некоторые трудности с доверием. Поздно вам, людям, людям, ну, людям доверять, вот. С чем связано с тем, что вам, ну, будем людям доверять? Хороший и важный вопрос. На этот вопрос я бы постарался бы обратить ваше самое пристальное внимание. Понимаешь, да? О чем здесь речь? Что я пытаюсь вам сказать? Дальше. Страшный для себя ребенка. Ну, опять же, Екатерина, этот страх, он, как бы, ну, существует. С одной стороны, пока вы пытаетесь с ним бороться. Вот, не понимаю, что там такое, да? Важная часть вас, которая скрывается в привычной позиции. Ну, вашей, вот, привычной позиции, вот. Вашей, вот, такой, привычной, ну, точки зрения, может быть, на ситуацию и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Понимаешь, да? О чем идет речь? Опять же. Дальше. Дальше. А внушают вокруг места ребенка, наверное, только папа, чужой не полюбит. Ну, кто внушает, во-первых. Во-вторых, ну, внушать, опять, могут все, в принципе, что угодно, да? Да. Вот. Ну, я, 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 я имею в виду, что внушать, на самом деле, могут, можно. Что угодно, на самом деле, но, важнее, немножко другое. как мне кажется роднее, то, что вы сами по некоторым причинам с этим соглашаетесь, как будто бы. С этого, наверное, то, что больше всего вызывает вопрос. Дальше. Так, не знаю, что делать и все равно жить не могу. Ну, для меня это выглядит примерно так, что я на себя не могу положиться. Вот, я на себя боюсь положиться. Вот. И единственный способ для меня это вот жить своё в руну и от этого мне больно. То есть почему-то на себя положиться вы не можете. Как будто бы вот сто два месяца. Вот здесь. Как будто бы вы не видите с того, что с вами происходит, может быть, не видите, может быть, свои ценности. А вот. Так это, конечно, сказать достаточно. Достаточно. Ну, да, ну, достаточно. Достаточно. Флор. Так, так сказать. Однозначно. Вот. Однозначно. Похоже, вот. На. На. И дальше вы говорите. Начнем я. Ну, а здесь. Тонкость. Тонкость. Тонкость всё в том, что психологи не дают совет. Мы можем помочь вам разобраться в себе. Вот. Это можно. Можно помочь вам лучше себя понять. Это можно. Можно. Помочь вам лучше себя понять. Но давать совет – это не то, чем занимается психолог. Поэтому я бы сказал, что желательно, чтобы вы поставили специально забраться в себе, а дальше уже будет видно. Дальше уже будет как-то понятно, в какую сторону вам хотелось бы двигаться. Дальше было бы понятно, куда вы хотите идти. Вот. И что хотите делать? Я думаю так. Понимаете, понятно, что развод – это правильно? Ну, почти всегда, капитан. И как бы наша задача – помочь вам с этой страной страны прожитил. 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 И двигаться дальше. Может быть, не совсем. Тем путем, который вы сейчас себе представляете. Но идти вперёд. Но идти вперёд. Так или нет? Если не ради ребёнка. Ну, мне кажется, что сделать это, образно говоря, ради ребёнка, только ради ребёнка, никакого смысла не имеет, потому что, ну, ребёнок не будет сядут сядут сядут, потому что его мама, ну, живёт с собой, например, Ну, не будет, не будет мама сядут. А не будет такой ребёнок сядут, никак, никак. наоборот, скорее он будет чувствовать вину свою, ну, перед ванной. Такая вот история, такой ответ, вот. Я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы дадите мне обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Я вам хочу пожелать всего самого доброго. Хочу пожелать вам удачи. Хочу пожелать вам смелости для того, чтобы двигаться дальше. Я надеюсь, что у вас все получится. И надеюсь, что вы обретете гормон. Но сделать это можно, как я надеюсь, вы понимаете, только находиться в гармонии с собой. Поэтому нельзя сделать... через вот... через кого-то. через вашего мужа, там... и так далее, допустим. Вот это... то, что... я хотел вам... на далее. Спасибо за просмотр. Спасибо за присzhou. Удачу вам, что вам спасибо. До stability за бGuysи, спасибо за просмотр.